Здравствуйте! Это «Наше время» в студии Александр Ефанов. И вот лишь некоторые темы выпуска. Зимний подарок от коммунальщиков. В Оренбурге глыба льда превратила автомобиль в грудь железа. Ипотека становится доступней. Банки снижают ставки, надеясь вернуть утраченных клиентов. И лечение ритмом. В Оренбург приезжал на короткие гастроли главный музыкальный терапевт. Глыба льда превратила автомобиль в грудь железа. В поселке Берда сегодня огромная льдина рухнула с крыши многоэтажного дома на припаркованную рядом Ладу Приору. Но, к счастью, обошлось без жертв. Однако само авто теперь ожидает серьезный ремонт. Признает ли управляющая компания свою вину, выяснял Мереки Ульманов. Владимир припарковал свою Приору под окнами дома всего на несколько минут. И даже подумать не мог, что с его машиной может приключиться такое. Глыба льда, рухнув на машину, покорежила капот, крышу насквозь пробило лобовое стекло. Грохот стоял такой, что его услышали все жители пятиэтажки. Я дома сидел, лед рухнул сначала на крышу мою, потом с крыши уже к нему попал на машину. Грохот был, да? Ну, конечно, сильный. Ну, представьте, да, вот эта глыба упала, сколько она там? Ну, полтона весит. Точно. Убило бы сразу там любого человека. Водитель пострадавшей машины, как полагается, вызвал полицейских. Те составили протокол для страховой компании. Оповестил он о происшествии и представителей управляющей организации. Вот только главный инженер компании Мир Плюс и не думал сожалеть потерпевшему. Санитарные нормы есть? Остановки. Какие? Остановка к дому. Пять метров. А вы написали-то что-нибудь? А вы что? Как вы водитель? Вы что не знаете? Правила дорожного движения? Правила парковки? Главный инженер категорически отказывался признавать вину, что инцидента не случилось бы, если жилищники вовремя сбили лед с крыши. Не с нашей крыши, а с крыши частного балкона, который мы не строили. Он вообще настаивал, что на крыше нет льда. Но потом, видимо, понял, что говорит вещи явно неправдоподобные и пообещал очистить крышу от наледи. Я не могу стоять в вышку и постоянно ее держать здесь. Нарастает лед, мы вызываем и сбиваем. Тут ни разу не было еще никакого криминала. Я тут каждый день живу, а ты тут каждый день появляешься. Не надо мне рассказывать, пожалуйста, сказки. Последний раз, по-моему, в январе разбивали лед и все. Позавчера вот здесь вот машина стояла. Хорошо не упала на машину, вовремя уехал. Дети каждый день в школу гуляют. Договориться на месте у водителя пострадавшей машины и руководителя жилищной организации не получилось. Потому решили, что следующая встреча состоится в суде. Вереки Ульманов, Константин Воробьев. Наше время. К приходу весны готовы. Специалисты Оренбургского гидромедцентра заверили. В этом году большой воды опасаться не стоит. Для рек Оренбуржья зона максимального подтопления составляет 9 метров. Однако в эту весну ожидается от 6 до 7 метров. Максимальные уровни весеннего половодия на реках Урал и Сакмару можно ожидать в основном в пределах и ниже нормы в этом году. Прогнозируемые уровни на реке Урал у Оренбурга составят 650-750 сантиметров. При норме 695 сантиметров. Максимальный уровень прошлого года был 725 сантиметров. Впрочем, специалисты советуют не обольщаться, так как на реках могут образоваться заторы, которые станут причиной поднятия уровня воды. Но не стоит также забывать о подтоплении в самом городе. Необходимо убрать весь снег и отвезти воду от тротуаров и подземных переходов. Снега нету, а тротуары в воде непонятно почему. Они вообще тракторами у вас не передвигаются. И вроде бы там затраты невеликие. Это же комфортно, комфортно проживание людей. Асхадзи Ганшин признает, что ругается матом и отрицает, что вымогал взятку. Об этом он заявил сегодня на апелляции в областном суде. Напомню, бывшего руководителя казенного учреждения жилищного, коммунального и социального строительства области обвиняют в вымогательстве огромной взятки. Она составляет 2,5 миллиона рублей. Теперь уголовное дело расследуют и на время разбирательства Зиганшина отправили в СИЗО. На заключении под стражей настаивали следователи. Есть информация, что экс-чиновник угрожал свидетелям. Правда, сам Асхадзи Ганшин уверяет, его просто неправильно поняли. Адвокаты Зиганшина тоже не видят оснований для заключения под стражу и настаивали на домашнем аресте. Защитники уверены, тюремные порядки могут буквально угробить их подзащитного. Почему необходимо, чтобы он все-таки содержался дома? Именно с целью обеспечения, поддержания его состояния здоровья. У него большие проблемы с сердцем, которые могут привести к непоправимым последствиям, когда человек, по сути, погибнет в следственном изоляторе. Ну, впрочем, суд все-таки в итоге встал на сторону следствия. Асхадзи Ганшин останется под арестом до конца апреля. К другим темам в МВД подвели итоги первого этапа операции «Розыск». Акция получила статус межгосударственный. Сотрудники полиции работают совместно с коллегами из стран СНГ. Сегодня поиски российских людей ведутся на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. В итоге всего нашли 68 человек, которые считались пропавшими без вести. Кроме того, разыскано более 80 подозреваемых, половина из которых находились в федеральном розыске. Особую помощь в поиске людей оказывают волонтеры поисково-спасательного отряда «Оринспас». Большая часть разыскиваний характеризуется как злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие аморальный образ жизни, а также страдающие психическими заболеваниями, которые ранее неоднократно уходили, затем возвращались. Причиной ухода из дома часто являются семейные конфликтные ситуации, ссоры с супругами и родителями. Сто квадратных метров в огне. Накануне в районе 7 часов вечера загорелось моечное помещение тепловозов на локомотиво-ремонтном заводе. Сотрудники МЧС выехали на борьбу с огнем, пламя тушили в течение почти часа 9 машин. Погибших и пострадавших в огне нет. И сегодня в МЧС озвучили подробности ЧП. Было обнаружено, что горит моечная машина на площади 100 квадратных метров. Естественно, было принято решение по подаче огнетушивших средств, конкретно это пенообразователи, пены для тушения данного пожара. В 18.49 пожар был ликвидирован на той же площади 100 квадратов. В настоящее время проводится дознание по пожару. Юрий Берг подверг жесткой критике штаты жалования главных врачей районных больниц. На минувшей коллегии Минздрава региона прозвучало несколько резких высказываний. Так, в некоторых больницах штат заместителей главных врачей превышает разумные рамки. Там бывает до 8 замов. Юрий Берг уже дал поручение изучить вопрос о понижении заработной платы главным врачам на 20%. Это касается тех, у кого она превышает зарплату губернатора. Напомним, вопрос о жаловании руководителей районных больниц возник еще год назад. Но, однако, теперь от обсуждений, скорее всего, перейдут к реальным действиям. Оренбуржцы собирают подписи в защиту Бузулукского бора. В сети появилась петиция, которая адресована оренбургским законодателем и губернатору Юрию Бергу. В Москве в федеральном агентстве «Роснедра» сегодня проходил конкурс по добыче нефти. Его итоги пока неизвестны. Народные избранники обещают работать с компаниями, которые выиграют конкурс. К проблеме даже подключились коммунисты. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов пообещал выйти на диалог с президентом Владимиром Путиным. Но, однако, местные активисты пока сохраняют надежду оставить пор в первозданном виде. В интернете люди активно призывают пользователей подписать петицию. Всего необходимо собрать 10 тысяч подписей. Пока там набрали около 2 тысяч. Ставка льготной ипотеки в этом году, скорее всего, снизится до 12%. Об этом заявил глава Минстроя России Михаил Мень. Он пояснил, что это решение может быть принято на фоне снижения ключевой ставки Центробанка, которая сегодня составляет 14%. Министерстве эту идею оценили весьма положительно. Осталось лишь согласовать снижение ставки по льготной ипотеке с правительством и Минфином. Напомним, в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому размер льготной ставки составляет 13%. Снижение ставки льготной ипотеки направлено на поддержку строительной отрасли и тех граждан, которые намерены приобрести жилье на первичном рынке. По новым правилам, ипотечные кредиты на приобретение жилья, полученные с 1 марта этого года до 1 марта 2016 года, могут рассчитывать на субсидирование. Но, однако, сумма займа не должна превышать 3 миллионов рублей по всей России и 8 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. По мнению экспертов, подобные меры оправдывает только кризисная тенденция в экономике. Но, однако, ипотека становится доступнее. Ставка по кредитам на недвижимость в большинстве крупнейших банков на этой неделе снизилась в среднем до 12%. Правительство страны выделило 20 миллиардов рублей на поддержку ипотечной программы. Напомню, что в начале этого года из-за непростой экономической ситуации многие банки подняли кредитные ставки до 20% и выше, что сразу снизило востребованность ипотеки среди желающих приобрести квадратные метры. Как повлияют новые условия на рынок недвижимости, пытался понять Виталий Сапожников. Темно, дождь. Вот прям в начале второго квартала будет вводиться эксплуатация, да. Поэтому все нормально. Все процедуры по оформлению в прошлом и оренбуржец Андрей уже обладатель строящихся квадратных метров. Мужчине в какой-то степени повезло. Он один из первых в этом году, кто оформил ипотеку в банке по новой сниженной ставке. 13% субсидированная ставка с государственной поддержкой. В принципе, присчитали мне и платеж, который у меня будет, он меня устраивает. То есть процентная ставка, я так посмотрел, самая низкая у нас в регионе сейчас. Поддержать ипотеку 20-ю государственными миллиардами решило правительство страны. В принципе, убиваются сразу два зайца. Люди худо-бедно, но смогут приобрести жилье. Плюс это мотивация для строительных компаний возводить новые дома, которые без ипотеки просто простаивали бы, а сама утрасль стагнировала. Многие ждали. То есть это не секрет. У нас есть такие отложенные продажи, отложенные клиенты, которые уже выбрали объект и ждали марта месяца наступления как раз этой дотации. Государственные субсидии и для банков. Хорошая подспорья выдавать больше ипотечных кредитов. При том, что каких-то особенных требований для заемщиков введено не будет. Нет. Положительная кредитная история, 20-процентный первый взнос. В общем, условия вполне сносные. Вот те требования, которые были в том году, они остались по ипотечным кредитам. Они сегодня достаточно, на мой взгляд, такие сбалансированные. Нет перегибов. Они остались. Требования к заемщикам не изменились. Одно но. Субсидируется ипотека только на покупку первичного жилья. Вторичное приобрести будет также проблематично. Так брать или не брать? Специалисты сходятся во мнении. Ипотека при любой процентной ставке, будь то 12 или 20 процентов, для многих действительно нуждающихся в жилье, будет единственным способом его приобретения. Сейчас очень сложно сказать, снизились ли темпы. Очень мало времени прошло. Потому что на самом деле весь январь и февраль мы выдавали те кредиты, заявки по которым были приняты в прошлом году. Поэтому сегодня мы не заметили этого спада. Мы на сегодня порядка 300 миллионов выдали ипотечных кредитов за первый квартал. Это хорошее начало. Большая ставка, просто вот мы слышим, была 13, стала 15. Если это разделить на платеж ежемесячный, то это буквально на 1900, на 2, на 3000 в месяц всего выше, чем платеж был раньше. Поэтому когда люди считали, понимали, что в принципе инфляция съест эти же там 1000, 2, 3. Поэтому в принципе те, кто умеет считать и смотрит, и опять же кому нужно жилье, они соответственно принимали решение о покупке. Программа субсидирования ставки по ипотеке рассчитана на год с возможным ее продлением. Впрочем, в кредитных организациях надеются, что продление не понадобится лилей. Надежду, что экономическая ситуация в стране все же наладится и решать квартирный вопрос можно будет без государственного участия. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев, Вадим Нечаев. Наше время. Реконструкцию улицы Рыбаковской могут перенести. В этом году на ремонт дорог в Оренбурге потратят около 180 миллионов рублей. Ну а поскольку проблемных зон в городе очень много, в мэрии задумались, как эффективно потратить выделенные деньги. В городскую администрацию поступило более тысячи заявок на ремонт дорог в частном секторе. И сегодня решается, что важнее – разбитая Рыбаковская или десятки дорог частного сектора. Решение по ремонту улицы Рыбаковской пока не принято. Напомним, Рыбаковская пересекает основные магистрали Оренбурга – это улицы Терешковой, Пролетарскую и Цвилинга, а также проспект Победы. Автолюбители постоянно жалуются в мэрию на разбитую дорогу. Состояние проезжей части этой весной только ухудшилось. Список дорог, которые капитально отремонтируют в этом году, в городской администрации готовы представить через две недели. От привычных и фундаментальных экспозиций до интермедийных экспериментов. Оренбургский областной музей изобразительных искусств отмечает юбилей. Хранителю богатейшего фонда – 55. Каждый год его сотрудники проводят десятки выставок, на которых представлены не только шедевры классики, но и работы совсем юных художников. Какие новинки готовит музей для истинных почитателей искусства на этот раз, знает Екатерина Волкова. Кому как ни главе города знать, с чего начинался музей изобразительных искусств. Ведь он сам лично участвовал в его создании. Это сейчас шикарное историческое здание, а тогда, 55 лет тому назад, работы художников показывали в двух маленьких комнатах в доме на улице Правды. Юрию Мещерякову довелось вести строительные работы в здании, где в то время находился детский сад на улице Коширина. Мы здесь чуть не круглыми сутками штурмовали это здание. Но вот практически оно в том виде, в каком оно было, это, наверное, 86-й или 87-й год был. Я считаю, что абсолютно правильно было принято решение. Наконец-то в городе появился настоящий музей изобразительных искусств. Основателем храма живописи был Сергей Варламов. Именно ему удалось создать уникальный музей, в который вошли лучшие полотна художников. Есть как классики, такие как Иван Айвазовский, а также оренбургские мастера живописи Николай Ерышев, Виктор Ни. Сегодня фонд музея составляет более 8 тысяч шедевров. Более 60 выставок в год по Оренбургской области, по городу Оренбургу, по России и, конечно же, за рубежом. Более 30 тысяч посетителей. Впрочем, музей удивляет не только интересными выставками, но и новыми подходами к пропаганде искусства. К примеру, подрастающему поколению шедевры художников представляют уже при помощи новейших технологий. Сейчас немножко снизилась посещаемость. Но это не значит, что люди не интересуются. Потому что мы используем самые новейшие технологии. Поздравить сотрудников музея сегодня собрался практически весь Бамонт Оренбуржи. А лучших наградили почетными грамотами. Но юбилейные дни художники мечтают о расширении. Возможно, что уже в ближайшие годы в областном центре появится еще один храм изобразительного искусства. Надеюсь, что и дальше наш музей будет расширяться и иметь возможность представлять все самое лучшее, что есть в нашем музее. Екатерина Волкова, Константин Воробьев. Наше время. Ну и еще о культуре, когда музыка не только искусство, но и лекарство. В Оренбурге несколько дней гостел и работал один из самых знаменитых музыкальных терапевтов мира, профессор Ганс Гельмут Деккерфойкт. Автор уникального метода, он уверен, что ритмом и мелодией можно исцелить самые серьезные психологические недуги. От гиперактивности до маниакального депрессивного синдрома. Последователи такого врачевания появились в нашем городе пару лет назад, после визита профессора к нам в город. Но и сегодня среди них есть и врачи-психотерапевты, а также музыканты и даже педагоги. Какой музыкой спасают души оренбуржцев, а с какой, Оренбург ассоциируется у самого Ганса Гельмута. Эксклюзив от Екатерины Киселевой. Это не урок музыки. Сеанс музыкальной терапии. Легким движением руки инструмент превращается и в лекарство, и в иллюстратор психологических проблем и недугов. Ваше настроение сегодня, как бы вы могли его озвучить, да, через какой инструмент вы могли это представить. И вы приходите, выбираете инструмент и как-то пытаетесь на нем что-то изобразить, свое внутреннее состояние. Выбрать, как видите, есть из чего. Инструменты струнные, ударные, клавишные, даже вот такие экзотические, способны пролить свет не только на душевные заболевания, но и помочь справиться с внутрисемейными конфликтами, к примеру. Отец, например, с мамой, они выбрали барабаны, да, и эти барабаны очень сильно звучали. Ребенок, соответственно, не мог пробиться через их вот этот активный звук. И потом в беседе с психотерапевтом стало ясно, что на самом деле ее мнение никто никогда не слушал и не слышал. Такую необычную терапию в областном психотерапевтическом центре освоили несколько лет назад, когда секретами метода поделился ее автор Ганс Гельман Деккерфойт. Вот, кстати, и он. Мы встретились в бильярдном зале гостиницы. Музыкальных инструментов в нем, понятно, не было, но профессор нашел, на чем помузицировать. Вот так, динамично, даже несколько истерично свой рабочий день профессору изобразил как-то один немецкий политик. Свою проблему он обозначил ритмом, безжалостным, непрерывным. Ганс Гельман уверен, так следует озвучивать каждый свой день, каждую радость, печаль, чтобы после с помощью все той же музыки исправлять ошибки, врачевать недуги, перестраивать привычные будни. Музыка – это тайный ключик, который к каждой личности подбирается отдельно. Ведь очевидно, ребенку, которого мучают кошмары, погруженному в депрессию взрослому и страдающему от одиночества пенсионеру, потребуются разные музыкальные периоды. Когда они найдены, исцелить можно и гиперактивность, и даже маниакально-депрессивный синдром. И это не чудо. Наука. Его методика заинтересовала самых разных оренбуржцев. Среди учеников профессора, а их сейчас больше 20, есть и музыканты, и психотерапевты, и педагоги. Гость из Гамбурга уверен, у нашего города есть все для того, чтобы стать центром научного и практического применения музыкальной терапии. Он, по крайней мере, готов приложить к этому максимум усилий. Ведь роман с Оренбургом случился у него еще несколько лет назад. Вот как он озвучил свой очередной визит. Я, 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 я. Даже из отрывка музыкальной фантазии на тему Оренбуржья ясна. Каникулы выдались насыщенными, красочными, а значит, не последними. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время. Станет ли Юлия Асессорова финалисткой детского шоу «Голос»? Оренбургская публика активно следит за судьбой юной певицы, которая покоряет вокальный конкурс страны. Напомню, воспитанница Щелкунчика прошла слепые прослушивания в конце февраля. Она попала в команду Димы Билана. Зрители увидят девушку уже в эту пятницу. Но, однако, Ольга Патрушева не стала дожидаться эфира и уже сегодня пыталась выведать у юной певицы, покорил ли ее голос на этот раз. Вот у меня есть много-много фоток с участниками. Конечно, вот это наша вся команда. Сейчас я покажу вам. Вот, мы Билановцы. Это теперь столичная звезда, лучший друг, конкуренты, товарищи по команде. А в феврале на слепом прослушивании все было по-другому. При виде лакированных кресел стук в сердце так и норовил заглушить голос. Мама мне говорила, что не смотри на кресло, повернуться, не повернуться, пой песню. Но когда Дима ко мне повернулся, я просто наслаждалась дальше песней, смотрела на Диму, говорила ему так мысленно спасибо. Ей стало все равно. Все равно, что не повернулась Пелагея, которой она так хотела попасть в команду, и на слова мамы. Она просто наслаждалась моментом, пусть маленьким, но таким важным триумфом. Так Юлия Сесарова оказалась в проекте. Никто не пел с оркестром, они просто не представляют даже, что это такое. Я тоже раньше думала, ааа, с оркестром то же самое, что под фонограммой. Нет, это вообще не то, абсолютно. Потому что когда играет живая музыка, тебе какую-то дают бешеную энергетику просто. Кстати, дирижеру оркестра шоу Юля тоже понравилась. Сергей Жилин пригласил ее на совместные гастроли и попросил прислать репертуар. А еще 13 апреля 11-летняя певица будет покорять вокальный конкурс в Сан-Ремо. И при всем при этом она еще успешно учится в лице. Что касается очередного этапа шоу «Голос», то он уже состоялся. Его результаты нам Юля по секрету сообщила. Остальных просит потерпеть до пятницы. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Немного о спорте. В Оренбурге пройдет первый этап Кубка области по лыжным гонкам в памяти Виктора Черномырдина. Участники соревнований соберутся в эту субботу на горе Качкарка. Ожидается, что на старт выйдут более 200 лыжников из 19 муниципальных образований области. В числе прочих за победу на первом этапе Кубка поспорят 10 мастеров спорта и 17 кандидатов в мастера спорта. Ну а другие новости спорта в обзоре Сергея Тыщенко. От новости спорта на телеканале «Регион» здравствуйте. Начали с поражения. В Нижневартовске стартовал первый тур плей-аут чемпионата страны по волейболу среди мужских клубов Суперлиги. Оренбургский нефтяник накануне встречался с Прикамьем и в упорнейшей борьбе уступил Пермикам со счетом 1-3. Надо отметить, что противостояние носило весьма принципиальный характер. Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за 11 место чемпионата, позволяющая сохранить прописку в Суперлиге без дополнительных стыковых матчей с лучшими коллективами высшей лиги А. Пока эту борьбу выигрывает Прикамь, опережая нефтяник на 4 балла, оренбуржцы в свою очередь имеют серьезные преимущества над Уфимским Уралом и волейбольным клубом Грозный. Представители Чеченской Республики следующий сезон с большой долей вероятности начнут в подэлитном дивизионе. Все на бокс. Оренбург готовится к приему участников юношеского первенства страны по боксу. Турнир пройдет в спорткомплексе «Оренбург Энерго» с 5 по 12 апреля. На Оренбургский ринг выйдут спортсмены не старше 16 лет. За медали соревнований будут бороться порядка 250 сильнейших боксеров со всех регионов страны. Оренбуржи на соревнованиях представят спортсмены из пяти городов. В честь нашей области на российском первенстве будут защищать лучшие в своих весовых категориях боксеры из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бузулука и Солилецка. И пока это все новости спорта. До встречи. В Оренбуржи увидели северное сияние. Редкое явление природы в разных регионах России вызвало солнечное буре силой в 4 балла. Это самое сильное буре за последние два года. Явление зафиксировали американские синоптики, сообщает газета.ру со ссылкой на Associated Press. Сияние увидели в Коме, Новгороде, Карелии и Петербурге. Оренбуржье не осталось в стороне. В Пономаревском районе местный житель Дмитрий Серенко разместил фотографии явления в сети. Ну и в конце выпуска информация об отключениях. Завтра на некоторых улицах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии. Более подробная информация представлена перед вами. Телефоны горячей линии 56 83 38 либо 98 48 48. Ремонтные работы продлятся до пяти вечера. И на этом пока все новости. Будьте с нами, живите в наше время. До встречи. Спонсор рубрики «Мегааптека». Во всей сети «Мегааптека» акция «Стоп цена» на самые популярные медикаменты «Марта». С дополнительной скидкой. Аптечная справочная служба 433 433. Субтитры создавал DimaTorzok «Мегааптека». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»